Летом, когда природа буйствует красками, утопающие в зелени фруктовых садов и обрамленная бескрайними ухоженными полями, Протовское сельское поселение Славянского района особенно хорошо. Воздух здесь чистый, звенящий, наполненный ароматами созревающей пшеницы, причудливо переплетающейся с фруктовыми нотками. Стоит поселение на четырех уторах – Барняковском, Семисводном, Нищадимовском и Губернаторском. И проживает в нем около шести тысяч человек. Люди добрые, отзывчивые. В нашем поселении живут замечательные люди, трудолюбивые, люди, которые ценят красоту, которые очень ухаживают за своими приусадебными участками, которые испокон века трудились, их предки, и теперь они прививают труд детям. В поселении функционируют 30 объектов социальной сферы. Из них три общебразовательных школы, детский сад, юношеская спортивная школа и школа искусств, библиотеки, врачебная амбулатория, туб-диспансер и даже центр реабилитации пенсионеров и инвалидов. Работает в поселении также и муниципальное казенное учреждение, Протовский центр. Наша работа заключается в том, что мы благоустройство поселения осуществляем, то есть косим торву, вывозим мусор, сыпем дороги. Два такта МТЗ. В этом году нам подарил колхоз Кубани МТЗ-82. Участие в губернаторской краевой программе развития физической культуры позволило начать капитальный ремонт стадиона «Колос» на хуторе Барониковском общей стоимостью более 20 миллионов рублей. Здесь полностью будут заменены все коммуникации. Отремонтирована трибуна, беговые дорожки, футбольное поле. Это стадион «Колос» Кутора Барониковского. Сейчас здесь проходит капитальный ремонт. Выделено более 22 миллионов. Отделка, здание. Подрядчик уже приступил. Уже выполнил первый этап демонтаж. Это полностью все стены голые стоят. Сейчас будут приступать ко второму этапу. Утепление фундамента и заливка бетона будет. Помимо отделочных работ будут еще сделаны трибуны. Мы проводим на этом стадионе как соревнования местного нашего Славянского района уровня, так и краевого уровня. Мы здесь планируем сделать немножко его функционал переделать. Планируем в этом крыле в левом крыле. Если посмотреть, будет тренажерный борцовский зал. Дальше здесь будет, как обычно, комната обслуживающего персонала. Две раздевалки планируем. Так же оставляем. Раздевалка будет для гостей, раздевалка хозяева. Судейская комната будет и малый тренажерный зал. Детская и юношеская спортивная школа «Урожай» имени Владимира Викторовича Симоненко – гордость протокского поселения. Спортивная база хутора Барониковского протокского сельского поселения гордится своими воспитанниками. Уровень подготовки спортсменам в местной Дюссишакуолос впечатляет, как, собственно, и само здание просторной, красивой, современной школы. Куда вы сейчас направляетесь? В Северный парк, стритбол, всекубанский стритбол. В Северный парк! Что там будет происходить? Светлание по стритболу. Какое у вас настроение? Отличное. Отличное. Мы заряжены на все сто. Мы их выиграем. Мы лучше будем. Девочки? Немножко тревожно. Потому что будет много команд. Конечно, хочется выиграть. Это всегда плюс. Общеобразовательная школа номер 46, которая носит звание «Казачий» и имя Героя Советского Союза Семена Карпенко, встречает нас с порога экскурсий от библиотекаря Инны Гудым. Здесь у нас спортивная гимн-школа, песня, знамени. Это у нас знаменная группа. Здесь у нас пляжа. Вот гимн-школа, которую написал Виктор Пилочекуба. Это у нас герб такой создан. Книга, пирог, пах. Это у нас все символы герба. Это начальная школа. Это у нас классы куринья. С пятого по девятый класс это у нас класс куринья. Инна Ивановна не без гордости рассказывает, чем примечательна казачья школа и как живут здесь, одной большой дружной семьей, воспитанники и наставники. В период летних каникул каждый день для ребят проводят экскурсии, где только они уже не побывают. Как вам отдыхается в лагере? Да, мам. Хорошо. Хорошо? А кормят вас вкусно? Да, мам. Да? А что вы сегодня едите, покажите? Это мясо и мясо. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Вот наш школьный автобус, который каждый день деток собирает на площадочку по кругу, хутор Нищедимовский, шестое, пятое, четвертое отделения. Они сейчас покушают, погуляют. И сегодня у них по плану поездка в храм Невский, в этот садиган поселок. Всего в казачьей школе 74 ученика. И самое интересное для ребят начинается с началом учебного года. Мы учимся в школе номер 46. Она носит казачье звание. Я очень горжусь, что учусь именно в этой школе, ведь она обучает нас казачьим традициям и обычаям. Нас эта школа научила быть сплоченной командой, быть дружными, помогать друг другу. Вообще школа в себе сплотила очень много добрых и хороших ребят. Она помогает быть нам сплоченными. Учиться в этой школе, это значит чтить все традиции казачества и всего казачьего рода. Находится на худоре храм в честь казанской иконы Божьей Матери, настоятель священник Анатолий. Здесь сотрудничество со школами, особенно с Невсидимовской казачьей школой, где я кормляю детей казачат, потому что казаки являются рыцами православия, они защитники нашего Отечества, оплотно. Понимаете, что в Исидимовской школе казачьи казачат, там есть своя внутренняя система управления, там среди учеников казачат и казачат. Есть свой атаман, свой начальник штаба, свой казначей, то есть у них своя внутренняя система самоуправления. Чтят в поселении и ветеранов. Правда, тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, живых никого и не осталось. Но ветеранская организация крепка возглавляет ее Алексей Иванович Локтеона. И открытки, которыми мы поздравляем наших пенсионеров и тружеников тыла с юбилейными датами. И люди всегда благодарят, звонят по телефону. Вот спасибо, Алексей Иванович, что не забыл меня. Там, допустим, я одна живу. Очень большое спасибо. А иногда бывает один раз, казус был, товарищ, хороший друг, позвонил. А что ж ты за меня забыл? По вине почты получилось, что через два дня принесли открытку. Ну, что, пришлось извиниться. Бережно хранят историческое наследие протокского поселения и в музее, что находится в светлом, красивом и современном здании Дома культуры. Евгений Викторович очень любит здешний музей, вникает в его жизнь, участвует в творческой деятельности, делится идеями для создания экспозиции. Говорит работник музея Наталья Халаба и рассказывает о казачьих традициях. У нас здесь собраны и перинки, и подушки, и сама кроватка. Это все принесли люди. Мы его храним, охраняем, бережем, чтобы наше будущее поколение имело понятие, как жила казачья семья. Какая у них была печка, какие были утюги и прочие вещи. Все, что нужно было для прожития, для казачьего быта. Здесь же, в Доме культуры, располагается библиотека. Барониковская библиотека читает, читатели приезжают из Кутера Барониковского, Семисводного, Нищедимовского, 5-6 отделения. Много пенсионеров читают. У нас в библиотеке где-то больше тысячи читателей и дети. Срочная школа приезжает, летние площадки приезжают. И мероприятия мы готовим по требованиям, которые нас просят именно руководители школ, руководители площадок. Это и о нашем поселении, и краеведческой. Очень много литературы у нас. В сельском клубе хутора Семисводного двери открыты для всех. Молодежь регулярно посещает местную дискотеку. Для детей организована летняя игровая площадка «Семицветик». Проводится множество патриотических мероприятий. Заведующая сельским клубом Олеся Богославская рада всем посетителям без исключения. Для каждого найдет и доброе слово, и совет, поможет организовать досуг. Кутер Семисводный – это многоэкциональная, можно сказать, житница кувани и бородовского поселения. На территории хутора Семисводного проживает очень много наций. Основная, конечно, работа сельского клуба – это воссоединение нашей дружной семьи. Которые очень много патриотических мероприятий, акций. Собираются у нас в клубе не только юные жители, но и старшие литературы. У них у нас есть и дружные школы. К ним всегда очень рады всем. Как мы живем в хуторе? Ковьи дети будут веселяться, все хорошо. Проживаю я в этом хуторе с самого рождения, поэтому я долгожитель. Кутор наш всегда славился добрыми телами, добрыми людьми. У нас всегда на самом высоком уровне школ образования детей, на высоком уровне наш доступ детей, потому что и в школе, и в Доме культуры работают действительно люди, которые молеют за свое дело, которые любят свое дело, и которые отдают себя всего своему делу. Жители хутора Семисводного, будущие преподаватели, живут здесь с самого рождения. Хутор очень хороший, дети здесь потрясающие, отличные, хорошо себя ведут. Я родилась в Токсинском поселении, выросла здесь. Здесь живут муж, дети, родители. Мне очень нравится мое поселение. Все здесь у нас замечательно, все прекрасно, все делается вовремя. Наш хутор живет и процветает. Главное богатство края – его люди. В Протокском поселении встречаем двух братьев-фермеров – Евгения и Василия Савченко. Вот уже более 20 лет на плодородной кубанской земле выращивают они зерновые и зернобобовые культуры. Машины. Два комбайя на дом. Выкинка, сортные и дворы. Поздравляем. Сейчас идем. Это дом у нас. Поздравляем. 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 Это выращивание зерновых и зернобобовых культур на площади 250-й. Какие конкретно у вас культуры сейчас? Сейчас мы пшеницу. Пшеница вставать в гектар. Кукуруза 80 и соя 50. Сейчас готовимся к уборочной. Техники достаточно? Да, техники хватает. Сейчас поедем помогать в уборке. Вы вдвоем все обрабатываете или у вас есть люди? Да, вдвоем. Вдвоем обрабатываете в 10-50 гектар? Ну и сын помогает. Дети там помогают тоже. Ну труд, конечно, тяжелый, но с наличием техники как-то стараемся сами убирать, обрабатывать. А кто следит за техническим состоянием вот этих всех комбайнов, тракторов и так далее? То есть вы и ремонтная база у вас, и сами же обрабатываете? Да, и разумная все. Ну на протяжении 20 лет уже привыкли, работаем. В этом году подтопление было, все справились же, урожай неплохо вырос. Глядя на все эти плодородные земли Кубанского края с тугими колоссиями урожая, встроенными рядами фруктовых садов, понимаешь, что это и есть наше богатство. А что может быть дороже – золотой пшеницы, риса или из белых сочных яблок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова